Всем огромный привет любителям готовить дома и экспериментов на кухне. Спасибо, что заглянули на канал, спасибо, что смотрите видео, спасибо, что подписываетесь. Пожалуйста, ставьте лайк, если вам нравятся мои видео, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о моих видео. А я сегодня к вам вот с такими блинчиками. Я к вам сегодня вот по какому вопросу, помните в классике? Вот такие замечательные блинчики мы сегодня с вами приготовим с куриной начинкой. Как вы уже успели заметить, у меня здесь три довольно больших окорочка. Мне нужно поставить их боица для начинки наших блинчиков. И первым делом, конечно же, я сниму кожицу с окорочков. Кожу сняла, промыла окорочка, заложила в костюлю, залила водой, ставлю на огонь. Как только закипит, сниму пену и добавлю лавровый лист, пару горошин перца и соль. Пока варятся окорочка, готовим тесто для блинчиков. В миску разбиваю три яйца. Добавляю щепотку соли и все хорошо перемешиваю. Еще добавлю столовую ложку сахара. Все тщательно перемешаю. Обычное тесто для блинов делаю на глаз, но для вас я сегодня просто продемонстрирую пропорции. Может быть, кто-то не умеет делать тоненькие блинчики. Я беру пол-литра молока, выливаю. Все зависит от того, какое количество нам нужно в блинчиков, естественно. Также у меня здесь есть остаток минеральной воды. Сейчас я посмотрю, сколько его здесь. Этого остатка, так сказать, 250 грамм. Также я выливаю сюда и 250 грамм этой минеральной воды. Вы можете заменить минеральную воду на молоко, либо на воду обычную. Но мне нравятся блинчики с минеральной водой. У меня уже есть рецепт на канале блинчиков с минеральной водой. Не получается с дырочками, поэтому, пожалуйста, зайдите и посмотрите. И все, конечно, хорошо перемешиваю. Если такое количество большое делаете тесто, тогда, пожалуйста, добавьте еще немножечко сахара по столовой ложке. Здесь у меня 250 грамм муки. Я высыпаю сюда. И сейчас еще отмерю. Здесь еще 50 грамм. Итого 300 грамм. И буду хорошо это все вымешивать. Чтобы не было комочков. Другой вариант вы можете сделать еще и по-другому. Вы можете сначала сделать крутое тесто, а потом его разбавлять постепенно волоком или любой другой жидкостью, той же водичкой. Ну, я говорю, что я привыкла на глаз, и всегда все замечательно получается. Еще немножко, 50 грамм добавлю луки. Если боитесь, что будут комочки в сестье, просто возьмите миксер обычный на маленькой скорости. Прокрутите это тесто буквально полуминутки. Ну, вот такой консистенции должно получиться тесто. Достаточно такое оно, жидкое. Теперь я его оставлю. Пускай оно настаивается, расходится клейковина. На любые блинчики нужно обязательно оставить тесто постоять. Ну, и тем более, что у нас готовятся окорочевания. Также я почистила 2 луковицы и морковь. Это нам понадобится для начинки. Лук я буду нарезать полукольцами, а морковь натру на крупной терке. И буду это обжаривать. Так же мы потом еще в наше тесто добавим пару столовых ложек растительного масла. Натираем морковь. На сковородку раскаленную я уже ее поставила нагреваться. Наливаю масло растительное. И сюда отправляю лук. Немножечко его распределю. И сразу же отправлю сейчас к нему морковь. Морковь и лук обжарим до готовности. Лук с морковкой обжарились. Окорочка закипели. Убавлять сейчас буду огонь. Уже добавила лаврушку. Сейчас еще немножко пену к нему. А мы займемся блинчиками. Вот такое замечательное тесто получилось. Настоялось. Я еще добавила грамм слом воды. Потому что оно мне показалось плотноватым. Все-таки здесь почти одно молоко. И сейчас я добавляю сюда 2 столовые ложки растительного масла. Все это опять перемешиваю. И начнем жарить блинчики. Ну вот блинчики пережарила. Окорочка сварились. Я их достала. Бульон, естественно, будем использовать. Сварим супчик, либо я заморожу, когда он охладится. А окорочкам дам остыть. И продвинемся потом дальше. Мясо остыло. Я отделила от костей его. И теперь с морковкой, с луком и мяско пропущу через мясорубку. Ну вот, все перекрутила. Теперь к этой массе добавлю бульона, в котором наши варились окорочка. Пару ложечки, где-то ложечки 3-4 столовых, чтобы сочнее была начинка. Добавлю черного перчика. В общем, добавляю специи и соль по вкусу. Вы можете добавлять любые специи, которые любите. Можете и паприку копченую. Так, много солить не буду, потому что варился. Варились наши окорочка в подсоленой воде. Все, и перемешиваю все хорошо. Ну вот, смотрите, мне кажется, что начинка еще немножечко суховатая. Поэтому я добавляю еще немножечко бульона. И вы тоже уже ориентируйтесь. Потому что если будет, допустим, грудка, то, естественно, она намного будет сухше. Начинка готова. Прям получилось вот такое паштетное прям мяско. Как паштетик. Ну и сейчас будем начинку заворачивать в блинчик. Ну все, теперь будем начинку выкладывать на блинчик. Заворачивайте. Начинку выкладывайте так, как вам. Как обычно это делаете. Я вот так решила в этот раз прям по всему блинчику. Ее распределять. Вот так. Оборачиваю так вот эти. И тут скручиваем. Еще вам хочу показать, какие блинчики получились. Посмотрите, они тончайшие. Все на дырочках. Очень вкусные. Из-за минеральной воды. Ну вот такое количество у меня получилось блинчиков. Еще остались. Я буду делать с творожной начинкой. Очень люблю еще с творогом. И не забывайте, пожалуйста, о своем диаметре блинной сковороды. Вот у меня большой, самый большой диаметр. Поэтому такое количество. Если у вас сковородка меньшего диаметра, естественно, у вас еще больше блинчиков получится. Ну и я очень много в блинчики клала, накладывала начинки. Ну вот разрезала блинчик. Попробую для вас. Хотя, как говорят, что их пробовать, их кушать надо. Ну это что-то невероятное. Тоненький блинчик. Нежная начинка. Восхитительный вкус. Готовьте, не пожалеете. Заглядывайте на мой канал. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик. Чтобы знать о моих, получать оповещения о моих новых видео. Всего вам самого хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!